Самарские новости спорта На пенсии скучает, вот и решила проявить свои таланты на футбольной стезе Знает два языка, английский и французский, фармацевт по образованию Смеется, предложу сладкую пилюлю, чтобы сгладить горечь поражения любимой команды Я хочу привнести нашим гостям радость, гостеприимство Хочется от всей души настолько показать им город, чтобы они прониклись так же, как мы его любим Наши памятники, наши исторические места Что я жду? Естественно, я жду эмоций, так сказать, дополнительных Волонтеры делятся на две группы Федеральные будут работать на стадионе в аэропорту с футбольными командами и делегатами ФИФА На плечи городских ляжет вся нагрузка работы с болельщиками Подсказать, как проехать или пройти к тому или иному объекту, провести фестиваль болельщиков Для этого в Самаре потребуется 1335 волонтеров Кандидатов сейчас в пять раз больше В основном волонтерами хотят стать девушки Иностранные языки знают 70% кандидатов В ходу английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, японский Есть несколько сурдопереводчиков Мы регистрацию не закрываем Мы планируем, что она будет идти в таком активном режиме до конца мая 2017 года И уже после этого мы займемся вплотную отбором И будем выходить уже на программу обучения Первую практику работы первые 50 самарцев получат уже в этом году на Кубке Конфедерации Десанты помощников отправятся во все города-организаторы Казань, Сочи, Санкт-Петербург и Москва Это были новости спорта от Сергея Кизоркина Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой Продолжение следует... Продолжение следует...